Я понимаю, ваш председатель знает. Хорошо. Знает? Потому что ваш председатель сказал одной женщине, она мне вчера говорила, что я к Вырос обращалась 10 раз и он нам ни в чем не помог. А она ей по телефону председателя говорит, да нет, я вас даже не видела. А потому что нам Руденко отвечает, когда вам пишем письма. Кто у вас в округе депутат? Не знаю, у нас Руденко отвечает нам. И что она отвечает? А отвечает, а называет, а дальше. И что на другой нам не помогли. Мы в этом году вот так. Вы ко мне обращались? Обращались ко всем. Вы ко мне обращались? Лично к вам я не знаю. Нет, давайте проверим. Подождите, подождите минуточку. Подождите минуточку. Обращались к этому приемную нашего Кернеса. Кернес сказал однозначно, вы кооператив решайте как хотите сами. Все. А я так не говорю. Все. Слава Богу, мы даже не знаем, где вы находитесь. Я плохо, чтобы не знали. Правильно, так это плохо нам или вам? Мы же вас выбрали. 30 тысяч знает, а вы одна не знаете. Да, вот я одна не знаю. А я вас тоже выбирала. А я вас тоже выбирала. А я вас тоже выбирала. Не уверена. Не уверена. У нас ступеньки ноги повыла мы им скоро. Так, так, слушайте меня внимательно. Для того, чтобы я взялся за эту проблему, должно от вашего дома, от вашего ЖК, с печатью там председателя и прочего, у вас и печать есть, у вас все есть. Конечно. С реквизитами написать мне коллективное заявление. А мы же уже недавно. Вы мне не давно писали. Человек конкретно говорит. Кому надо. Дальше. Что за этим следует? Я подаю его, ну как минимум, нехорошком. Как минимум. Нехорошком не отвечает. Если жители этого дома готовы участвовать в софинансировании, Голос-Толком пойдет навстречу. С каких денег? С 80 копеек? Софинансирование сегодня это 10% той сметы, которую вы заплатите, да? Вы оплатите. Да, да, да. 10% сметы, которую вы должны посчитать. Сколько стоит ваш парапет? А мне партами не сказали. Крышу-то 10%. Это добрая воля. Решение Горсовета 10%. Хотя, как правило, они говорят, желательно заплатите больше, потому что денег не хватает. Ну, есть документы. Вы можете платить, можете не платить. Это ваше первое. Но тот кооператив, который внесет 20%, он первый получит. А вы 10 несли, вы получите в конце или не получите вообще. Вот и все. Все элементарно. Тогда, если ваша кровля стоила 96 тысяч, я эту цифру даже помню. 90. Ровно 90? Да, 90. И вы 20-20 тысяч чем-то? Минус 18% да. У вас там получается общая сумма 112 или... Нет, 72 тысячи всего лишь. Мы собрали 22 тысячи. А то собирали сами жильцы. В сумме в общем 100 с чем? 72 тысячи. Нет. Тебя у вас расположен дал, как 70? 92. А мы 12 забрал у Литвовского полкова. А вы сколько так? Что вы пришли? Что значит забрал? Отжать, что ли, по-моему? Мы оказались. Грявочки, вы устали, и я устал. Полезный разовод. Горисполком забрал. Как это? Вы наивный. Горисполком. Решением сессии... Вот такое финансирование ЖК, ЖСК и ОСМД принимается решением сессии Горсовета. Сессии. Это даже не Кернес, не Выровец, не Нехорошков. Сессия. Потому что какому-то дому дали 90 тысяч. 90? Да, 90. Вы собрали к ним еще там 20? 22 500. Итого ваш ремонт стоил 110 тысяч. Или там 118. Мне сейчас человек говорит, дали, выделили 90, а 18 забрали назад. Но если в решении сессии 90, то 18 украли. Украли, конечно. Я выражаюсь, вы знаете, так как я должен выражаться. Я не говорю, кто это сделает. Я этого не говорю. И тогда получается, что у вас делают 4 подъезда, а 3 вообще не делают. А 3 делают за свой счет. Мы ходили по квартире, собирали полностью деньги. Я заплатила со своей квартиры 800 рублей. Я заходит, 2 тысячи заплатили. В этой жалобе, которую мне принесли от вашего дома, которые меня не знают. Не знаю. Не знаю. В этой жалобе написано, что какой-то там подъезд сделали за свои деньги. Первый. Четвертый. Второй. Первый. Предоставили бумаги по своему подъезду. Но это ваше право. Вы предоставляете по своему. Право? Право? У нас не было ни копейки денег. Это ваше право. Милая, право. Вы меня обвиняете в том, что вы не получили денег. Мы вам рекомендаем. Но вы же 90 тысяч получили от горосполкома. Вы их получили. Ну и что? Насколько же подъездов? У нас 7 подъездов. Вы знаете, что у нас 7 подъездов? Не 4. Не 4. Не 1. А 7. Так вот я вам скажу. Если делать золотой ремонт, то и на 1 не хватит. А вы ведь золотой ремонт не хватит. Слушай меня. Не слушай меня, а слушай меня. Он говорит, послушайте, он сказал. Женщина, вы так комиссивно настроены против меня. Я объясню на ремонт, потому что вы не даете человеку работать. Понимаете? Я не даю. Человек пришел, работает. Первый раз. Да если бы вы мне не послушали жалобы от ваших жителей, я бы в жизни что-то не присутствовал. А, а вам не что делать? Да. Я вижу, что у меня есть движение какое-то. Я вижу, что изменилось. Я вижу. Я не слышала. А они не видят. Послушайте. Вы с самого начала тут? На ногу два раза. Женщина, в очках. Я вас умоляю, пожалуйста. Вы с самого начала тут присутствовали или нет? Или вошли потом? Значит, вы многого не слышали. Я здесь потому, что у вас единственная официально узаконенная плата с жителей. Объясните. До ремонта у меня не текло. После ремонта у меня потекло. Значит, какое качество этого ремонта? Куда всунули 90-30? Кстати, кто был проверить качество ремонта? Разрецедателем. Послушайте. Я обратилась к вам. Секунду, секунду. Вот я вам скажу сейчас интересную вещь. Вы слушайте меня сначала. Послушайте меня по этому мотиву. Зыву. Вот остановитесь. А почему вы мне не даете сказать? Потому что я вам дам все сказать. Я скажу по одному моменту вам. Смотрите. Вам придана гарантия по ремонту на три года. Ну и шпять. Даже пять? Да. А у вас прошло два года, да? Ремонт. Ремонт. Вы имеете право на претензию к подрядчику, который делал кругу. И эту претензию должен вас председатель с печатью принести мне в приемную. И я ей доход. И этот подрядчик сделает вам ремонт по форме бесплатно. Но для этого надо немножко понимать, что происходит. Вот вы слушайте, что я хочу сказать. Я не такая дура, как посчитаете. Нет, нет. Я обратилась сама к этому подрядчику. Позвонила ему. Он приехал. Но вы меня извините. У меня был нормальный потолок. Теперь у меня такое пятно. Слушайте. Вот если бы я к нему обратился, у вас дагетт на небо будет. Что при чем? Я за качество говорю. Деньги нам выделили, а качество такое? Ну кто делал этот ремонт? Городсполком. Городсполком. Он заключал контракт с подрядчиком. И качество было. Городсполком проверял. Преседатель. Преседатель. Преседатель не принимали нас. Нас не принимали. Как такое можно? Мы знаем. Городсполком качество проверял. И никого к нашим не пустил туда. И я не хотел бы, чтобы такого председателя, который бегает, стараясь, не учиться. Сейчас она уйдет, и придут люди, не компетентные вообще. Ну дай бог. Вы вправе созвать собрание. И компетент в определенных вопросах. Да. Правильно. Это правильно. Ну ладно. Это правильно. Я просто... Потому что товарищ, он... Ну, ему жалобы идут. Я не понимаю. Но чтобы он эту сторону тоже учитывал. Только сейчас начинает наладиваться. Передать им вообще это криво. И сейчас для этого дела прийти... Еще можно я вас спрошу? Это на отвлеченную тему. У меня такой вопрос. Значит, в 2008 году мой сын потерял паспорт. Я не желаю никого. Заявил в милицию. Через месяц получил новый паспорт. И в тот день, что он получил новый паспорт. Или на следующий день, точно не скажу. На его утерянный паспорт было взято 3 кредита в разных банках города Харькова. Илиалы из разных городов. Вот. Значит, того, кто это сделал, потом якобы поймали, посадили. Короче, до сих пор из Киева, без конка по телефону. Звонил. Звонил. Они, мол, пришлите нам решение о судах. Ему, как свидетелю, решение о судах не дают. Он не заявляет, написал все. Я бы вам посоветовал, что есть справка о выдаче паспорта или нет? А кто справку дает? Нет. Выдача паспорта у нас в паспорте не стоит. Выдан каким-то РОВД от такого-то числа. Там же в новом паспорте стоит. А, ну, конечно, это стоит. Вот. Я бы посоветовал вам обратиться все-таки к юристу. Вот. И идти отослать на имя этих ваших коллекторов. В принципе, может быть, даже будет достаточно первого звонка юриста, если он действительно грамотный. Отослать претензию на имя этих коллекторов. То есть, вы там документально подтверждаете, что какой-то паспорт был утерян, не принадлежал. Вот, ксерокопия паспорта, допустим, это самое, получен такого-то такого. Там даже видеокамера есть и установлена, что не он в РОВД. Вот, вот. То есть, просим впредь, это самое, не беспокойство. В случае, будем обращаться в суд в установленном порядке. Для коллекторов это, я думаю, хватит. Да? Спасибо. Они пока вот такой документальный... Вы знаете, вчера, вчера три раза трезвонили. Они меня уже задолбали. Сын на работе... Я получил сегодня, например, в моем доме свет, два доллара. При этом стоящих единиц по девяносто сметам. Потянете? Вот. Вы, в принципе, если вы хотали хотя бы... Вы хотали хотя бы две гривни. Вы не пугаете. А что вы так с вами распугаете? А что вы так с вами распугаете? Мы согласовали подведение, а я все расширяюсь. А вы нас подбивали, вы с нами говорили... А вы меня... С чего? С мету. С мету. Мы просим с мету попали. Да, что? Откуда что пришел? Откуда что ушло? Вы меня запугаете? Я не хочу понять. Есть люди, которые согласны с вашей тактикой стратегией. Есть такие... А я хочу сказать... Уважаемые депутаты... Уважаемые депутаты... Уважаемые депутаты... Уважаемые депутаты... Коль вы приходите сюда... Так вначале надо выслушать и одних или и других других. А вы навязывайте мысли. Вы говорите 0,80. Объясните. 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 Это мнение законно. Так. Слушайте меня внимательно. Я была вне хорошего Александра Владимировича. И почему-то они мне говорят одно, а вы говорите другое. Значит, объясните мне, пожалуйста. Хотите я сейчас наберу сотового Александра Владимировича, и он по правилам связи ответит в своем собрании. Хотите? Пожалуйста, набирайте. Хотите этого? Набирайте. 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 Объясните мне, пожалуйста. Вот почему плохая я? Так хорошая. Об этом идет. Филинская хочет вместо меня. Замечательно. Скажите мне, пожалуйста. Вот здесь все считают деньги в квартирах. Все хозяйки. Скажите мне, пожалуйста. Если вы будете платить 80 копеек, а мне нужно 16 тысяч в месяц заплатить по платежам. Каким образом это сделать? Объясните. Брать со всех, а не только совершеннолетних. Извините, пожалуйста. А при чем это квадратные места? Если 80 копеек и субсиджи? Если 80 копеек, то 300 копеек, то 300 копеек вообще поддают. Это квадратные места. У нас же это много. Рассказывает. Я вас хочу спросить. Рассказывает. А где эти 80 копеек? Конечно, со всех. Ну, если в трех комнатах на один живет, то есть трое. Сколько мусора? Это совсем прописано. Это элементарно. Это квадратные места. Элементарно. Да. А потом идет уже. Вот так. Правильно. Потому что... А потом... А потом... Так тихо. А потом еще раз. Я не хотела никому говорить. Значит, запомните раз навсегда. Это кооператив высшей школы. Здесь живут доценты и профессора. И очень многие живут в квартире. Заслуженные. Академики. Лауреаты государственной премии. Но никто не поднимает этот разговор. И никто ничего не говорит. Потому что они прекрасно понимают. Они живут один человек в квартире. Трехкомнатной. Трехкомнатной. И скажите, пожалуйста, почему он должен выносить мусор с 65 квадратных метров. Конечно. Или ездить. У него что, квартира ездит с 65 метров? Не в этом же ездить. Объездите. А в этом же ездить. А в этом же ездить. А в этом же ездить. А это как называется? А дальше. Вам не нравятся дети? Очень жаль, что у вас нет. А вы никому не платите. Он платит за вас, кстати. А теперь слушайте меня внимательно. А теперь слушайте меня внимательно. Был период, когда в нашем доме, когда наши дети росли, у нас здесь песчанин у нас. А в доме не за центы? Что? В четвертом у вас 12 тысяч долга, кто не платит? Нет, не за центы. В пятом у вас 2 тысячи долга в нашем подъезде, а у рабочих. А что вы сегодня требуете денег? Кто сказал, что не за центы? У них дом, в доме один и тоже. Кто вам сказал, что вот эти долги? Я своими глазами вижу. Так, объясните мне, пожалуйста, почему вы решили, что вот эти долги, которые 18 тысяч, кто-то другой выбил, кроме меня? Объясните. Объясните мне. Вы расскажите, сколько вы подали исковых заявлений к бюджетам? За чей счет? За счет копиратива? За антикс счет. За их. Они квартиру не платят. Если они не знали, то что слик возможности накопили, то есть не будет изымать этот закон. В 18-15 дней. За счет этого города. Вы понимаете, что для того, чтобы подать исковое заявление, нужно деньги? Понимаю. Вот возьмите и выложите их на стол, а вы подадите 4. За 20 дней. Уважаемые, уважаемые, послушайте. Ради того, чтобы выиграть, а теперь все-то хорошо, женщины, но 18 тысяч, 18 тысяч, ради того, чтобы вы выложили. Вы просто 80 копеек кидаете и замыливаете людям глаза. Кому я замыливаю? Круг 30, круг 40, круг 50, безу, 80 копеек нету. Дорогие мои, теперь слушайте меня внимательно, слушайте внимательно, замыливание, замыливание нас, 80 копеек. Так, все, все, дорогая, теперь слушайте меня внимательно. Ворисполкомит, гривна 87, замечательно. Будете платить? Нет, дело в том, что... Будете платить? Почему вы так говорите? Да, ворисполкомит, депутат на лифт. А, какое отношение? А почему я как-то... А что вы были педагоги не принимали? Утверждает нами принятый тариф. Разницу? Да. Вы можете принять, что-то, в общем, не нужно. Нет, это нам так не нужно. Это же все, можно заложить ее в тариф. А вы хотите подводить мне? Да. Давайте мы посмотрим с кем же. Да, давайте. Вот так, как они утверждают. Подождите, давайте, чтобы вы останусь рук 40 или рук 30. А кто это осталось? А кто это? Как вы можете операторам? Это осталось. Председатель и управляющий. Получают два заслата? Нет. Председатель и вовремя не получалось. На говорите, если никто не видел ни смету, ни расчет. Я плачу. Очень много подарков. Уже собрание уже понесло. Послушайте меня. Санвари можно не платить. Послушайте, что хочу сказать вам. И вообще нет. Уважаемые женщины, вы можете, я за столе скажу. Я сегодня целый день мотаюсь и приперся сюда еще. Я себя уважаю. Зачем оно мне надо? Послушайте, женщины. Я для вас говорю, послушайте меня. У вас бы не было никакой проблемы, если бы вы в 97-м году утвердили свои 80. Горуссо-кома он подписал. В 98-м там 90. В 99-м там гривна 10. То есть 2 тысячи. И так далее, и так далее. Любы это не заметили люди даже. Оно бы незаметно выросло к этим гривна 40, которые сегодня вы платили. По факту. Проблема ваша в том, что кроме 80 копеек в эти 60 незаконные. Это дело суда, прокуратуры. Я не знаю, кто будет отвечать. Я не хочу, чтобы вы отвечали. Я хочу, чтобы у вас была проблема. Но дополнительная плата незаконна. Потому что она не утверждена, который с полкомом раз. И не утверждена, что с собранием два. Мы что-то утвердили. Хорошо. Мы по факту. Почему мы по задним числам? Я в своем периоде. Меня задним числам не интересует. Конечно. Мы там не отвечали. Мы старшим по подъезду. Разные расчетные опросные листы с расшифровкой. Как мы считаем сейчас варианты. Разумный ход. Это будет это? Да. А где расчеты? Это осуществление. Ну, придите, мы покажем вам. Мы вон и сумму расчета. Мы просили, зачем это расчеты. Результат. Придоставьте нам. Как это получило? Хорошо. Смет. Ну, это пора. Вы это же. А это мы. Притом света. Притом света. Этот тариф еще... Этот тариф, который мы сняли, он поможет, а не пойдет. А как? Это меньше тариф. А чей это? Прошу. Их тарифом нет. Ваши дети только тарифы. Значит так. Просто раньше мы у нас не будем. Послушайте, вы говорите человеку, который 22 года работает в городском садике. Вы мне это рассказываете. Через 100 лет. Подождите секунду. Значит, вы должны тогда знать, что тариф состоит из этих показателей. Правильно? И они считают по формулам. Туда входит то, то, то. Процессы. Это совершенно реальная оплата у вас. Потому что в коммунальных домах она сегодня более 2 гривен. Никто с вами спорить не станет. Никто. В коммунальных домах, еще вам объясняюсь, метра 2,90 в моем доме. А сколько у нас таких женщин в доме нет? Вы утвердите, дайте льготу решения. Подождите, сколько человек у нас таких? 67 человек. Одиноких женщин в таких подъездах на жизнь? В 4-м подъезде. Я в 4-м. Да. И я льготник, и не претендую на льготу. Да, не претендую на льготу. Я не хочу от этих скандалов. Я хочу с одного человека, чтобы брали у меня, а не с кубатуры у меня. Владимир Романович каждое утро мне говорит, что от своего мусора бак развалится. Вот от такого. Ясно? Вот мы сейчас прорабатываем только в бюджете министров. Тихо. Кто вступает? Великто. В общем, выступает министр ЖКГ. Который чётко говорил. Без опираться. И даже вот деньги не потеряли, что они стоят. Конечно. И они возмущают. А давайте послушать председателя. Давайте послушаем. Вы с этой инициативой. Вот видите, вы даже не знаете. Это христрат. У нас ворот плата становится меньше. И поэтому с этой инициативой. Я с новыми хорошим издатью сейчас податусь. Нет. Они в будут вступать. И вы их зарплаты. И спасибо вам за это. Спасибо. И вы правы будете своим жителям. Да не надо. Пусть и вверх начинают работать. Они часто не делают. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Управдом дала добро Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok